Утром у станка, вечером на охране правопорядка. На одном из ярославских заводов вспомнили советские времена и создали народные дружины. Как справляются заводчане с новыми обязанностями и станет ли спокойнее жизнь на улицах, выяснил наш корреспондент Владимир Балонкин. У Ильи Акулова работа ответственная и требует высокой квалификации. Карта расцепления, которая выходит с его станка с числовым программным управлением, важный элемент для современного двигателя грузового автомобиля. В нашей работе надо быть внимательным, чтобы не допустить погрешностей, чтобы все было точно. Современному рабочему, по словам станочника широкого профиля Андрея Петрова, приходится постоянно изучать что-то новое. Но тем для него работы и интересно, что рутины очень мало. Оборудование новое, так что осваиваем новый режущий инструмент, испытываем, чтобы все было, как сказать, на современном уровне. Каждый год что-то меняется, добавляется. Этих рабочих ценят не только на заводе. С марта этого года они члены народной дружины. Несколько раз в неделю молодые заводчане выходят в рейды сотрудниками полиции, где уже добились определенных успехов. Сотрудниками полиции совместно с участниками дружины выявлен ряд административных правонарушений, проведена широкая профилактическая просветительская работа с гражданами. Все как на службе. Развод и каждая группа дружинников получает задания. Кто-то едет вести беседы в неблагополучных семьях, кто-то в патруль с вневедомственной охраной. У Ильи Акулова и Андрея Петрова свой инструктор. Товарищи дружинники, мы сегодня заступаем на охрану общественного порядка. Особое внимание будем обращать на остановочные комплексы общественного транспорта, на лиц, совершающих административные правонарушения, таких как распитие спиртных напитков. И вот после смены на заводе, после получения заданий в полиции, эти рабочие, а теперь уже дружинники, выходят на патрулирование улиц Ярославля. Сегодня они дежурят в Дзержинском районе, в поселке Норвское. Маршрут рейда спланирован заранее. Патрулирование улиц займет более четырех часов. В поселке Норвское, где дружинники появляются нередко, отношения ярославцев к ним самые уважительные. Рада, очень довольна, надо дружину. Ну, порядку больше будет, всяких алкашей, бомжей, вообще безобразия меньше будет. За неполный месяц патрульной службы Андрей и Илья уже ощутили свою необходимость. Главное, говорят они, люди им доверяют. Люди больше доверяют простому человеку с пояской даже, чем правоохранительным органам. И больше, наверное, мне кажется, прислушиваются. Да, позитивно относятся. Говорят, ну, поспокойнее им стало, допустим, в этом дворе, в следующем дворе, что вы тут ходите, периодически проверяете. Вечером можно спокойно сидеть, ну, гулять с детьми и все остальное. То, что молодые квалифицированные рабочие завода успешно справляются с обязанностями дружинников, подтверждают и опытные стражи порядка. Для них участковых они важные помощники. То, что люди здесь не брошены, что здесь есть и участковый, и народная дружина, которые всегда, в случае чего, придут на помощь. Сейчас инспектируют улицы 30 рабочих Ярославского завода. Пока это только мужчины. Однако сотрудники полиции уверены, в рядах дружинников место найдется и представительницам прекрасного пола. Владимир Балункин, Александр Кужель, Вести Ярославль.